Воспитание ребенка в полной или неполной семье Либо что-то еще Поэтому отвечу так, как понял вопрос Что мне хотелось бы по этому поводу сказать Ну, собственно говоря, я не сразу не слышал Чтобы даже в гипотезе существовала такая концепция Что воспитывать ребенка лучше в неполной семье И воспитание в неполной семье, соответственно, обладает какими-то такими неоспоримыми плюсами По сравнению с воспитанием в полной семье Ну, естественно, мы сейчас говорим о том Что и некая теоретическая полная семья И некая теоретическая, опять-таки, неполная семья Состоит из нормальных людей То есть мы не говорим о психопатах, алкоголиках, наркоманах Социопатах, каких-то лицах совершенно не равновешенных Склонных к агрессии и так далее Мы говорим о среднестатистическом, психически нормальном Хорошем, в общем и целом положительном человеке В чем разница, на мой взгляд, наиболее значимая разница Воспитание в полной семье от той семьи, где только один родитель Ну, прежде всего, на мой взгляд, принципиальным важнейшим плюсом является то Что в неполной семье, в полной, точнее, семье плюсом А в неполной минусом, соответственно То, что ребенок в полной семье может наблюдать обе социальные роли То есть и социальная роль матери, и социальная роль отца Опять-таки, понятно, что они бывают разные Но, тем не менее, вот этот вот дуализм по гендерному типу Да, женщина-мужчина, отец-мать Они наблюдаются ребенком самого малого возраста И позволяют и ему самому лучше, может быть, в чем-то определиться Не обязательно сексуальной ориентации, естественно Это не единственный момент Но и сами стереотипы поведения То есть, если ребенок воспитывается в семье, где только одна мать Ну, это наиболее частый вариант неполной семьи То все социальные роли, и мужскую роль, и женскую роль И роль матери, и роль отца Вынуждены играть женщины Вынуждены играть один человек Это производит, конечно, некоторое смещение Ну, не акцентов Некоторое размывание все-таки вот этих вот ролей Понятно, что и женщина может быть крайне энергичной, деятельной Настойчивой, упорной Если хотите, мужественной Хотя это звучит как-то не очень Да, очень успешной, активной, пробивной Да, и мужчина может быть очень домашним Ориентированным на домашнее хозяйство Очень спокойным и так далее То есть, мы не говорим о том, что существует какая-то вот только мужская роль И только женская роль И ни в коем случае женщина не может заниматься Там, я не знаю, экстремальным видом спорта А мужчина ни в коем случае не должен мыть посуду Нет, это, конечно, полная ерунда Но, тем не менее, тем не менее Некоторые разницы Хотим мы этого или не хотим Чисто на физиологическом уровне Чисто на уровне физических И, кстати говоря, психических возможностей Разница между полами существует Разница между ролями мужчины и женщины тоже существует И когда ребенок с самого раннего возраста Наблюдает, что все эти роли собраны в его матери Только его мать, женщина Так или иначе он это понимает Да, даже в самом малом возрасте Некоторые различия фиксируются Хотим мы этого или не хотим Все эти роли сконцентрированы в одном человеке То потом выделить паттерн мужского поведения Или паттерн женского поведения Я думаю, что будет более сложно Соответственно, ребенок в полной семье Наблюдает обе эти роли И ему ориентироваться проще Конечно, это не ведет в обязательном порядке К развитию какого-то психического заболевания Уж ни в коем случае психического заболевания Это совершенно не обязательно ведет К каким-то психологическим проблемам Которые обязательно должны быть Потому что помимо семьи существуют И тот же самый детский сад И школы, которые, кстати говоря Тоже, в общем-то, не слишком хорошо Эти паттерны различают Существуют спортивные секции Существует компания во дворе То есть существует еще масса других источников Откуда эти социальные роли можно взять Но все-таки базовая роль Базовая роль этих ролей в семье В неполной семье Естественно, не может быть полностью представлена Вот, на мой взгляд, это главное Опять-таки, еще раз повторюсь Это не значит, что ребенок, воспитанный в неполной семье Будет каким-то неправильным Каким-то там Ну, уж ни в коем случае не больным там Или ущербным Нет Но если говорить о том Что можно было бы сделать Чтобы исправить, может быть, эту ситуацию То, наверное, как я вот тоже уже озвучил частично Если мы говорим о воспитании ребенка в неполной семье То обязательно каким-то образом Должно компенсировать отсутствие второго родителя Если воспитывает отец То, соответственно, где-то должен быть стереотип Алгоритм женского поведения Который ребенок тоже может наблюдать Если воспитывает мать Где-то должен быть мужчина Ну, это вот часто у нас такой вот шаблон Да, мужская рука Да, как бы воспитание необходима Особенно для мальчика Хотя, на самом деле, для девочки тоже это совершенно необходимо Вот, поэтому На это, наверное, имеет смысл обратить внимание В плане воспитания В плане того, чтобы не допустить вот этого перекоса Размытия вот этих вот алгоритмов Этих ролей Но говорить о том, что это является какой-то катастрофой И какой-то проблемой Которая вот должна решаться на медицинском уровне Я бы, наверное, все-таки не стал Дополнительную информацию вы можете найти На нашем сайте меднаука.нет И на нашем канале на портале youtube.com Всего вам хорошего До свидания